Приветствую вас, Кристина. Давайте разберём ваш вопрос, который вы задаёте. Суть вашего вопроса заключается в том, что вы сомневаетесь в серьёзности намерений своего молодого человека. Вы пишете, мне 22 года, я встречаюсь с парнем практически 2 года. Месяц назад его забрали в армию, меня беспокоит то, что за все время отношений и перед армией он не познакомил меня со своими родителями. Познакомились мы в университете из соседнего города, он из города, в котором собственно и находится университет. То есть я живу отдельно от своих родителей одна, снимаю квартиру в городе, где учился. Он живёт с родителями. Мы были вместе 24 на 7, весь период отношений, он возвращался домой разве что ночевать. Мои родители знакомы с ним заучено по телефону, мама видела его 8 раз, когда приезжала в гости. Относится они к нему хорошо, да и отношения у нас хорошие, редкие ссоры. У него это первые серьёзные отношения, я вижу, что он меня ценит, любит, уважается, свободное время проводил за армией со мной. В никаких изменах его и прочее даже никогда не думал, потому что уверенно в нём знаю, где он каждую минуту. Я никогда не прятал телефон, ничего не скрывал, поэтому вероятность отношений на стране точно исключена. Про будущее я тоже говорил, планы строя друзья у нас общие, соответственно ни от кого мы не скрываем на свои отношения. Но возникает вопрос, почему за практически два года он не познакомил меня с родителями. Когда они ему звонят и он находится со мной, он говорит, что гуляет или что-то другое. Ни разу я не слышу, чтобы он сказал, что он со мной. Я из хорошей благополучной семьи и складывается ощущение, что он просто меня скрывает, непонятно по какой причине. На эту тему я с ним не разговаривал и не разу, хотя думал, что должна была, но делал вид, что мне всё равно. Теперь, когда он ущел в армию, я начала часто думать об этом. Несмотря на армию, наши отношения пока никак не изменились. Каждый раз, когда он звонит, он говорит, что любит, скучает, по-прежнему строит планы и верит, что я его дождюсь. Он служит недалеко от города в закрытой части. Есть возможность поехать к нему на машине, но, например, знаю о том, что я одна и добраться туда одной. Мне страшно неудобно. Он даже не предложил такого варианта, чтобы я приехала к нему с его родителями. Я вынужден искать сама, с кем мне к нему поехать. Скоро подвернётся такая возможность. Скажите, могу ли я за стопроцентную уверенность говорить о том, что всё это от того, что он не серьёзно ко мне относится? Но ведь его поведение говорит как раз об обратном. Тогда почему он не представит меня своей семье? Спрашивайте вы. Ну, вы знаете, я, честно говоря, тоже думаю, что вы его дождётесь. Вот. Ни капельки в этом не сомневаюсь в том, что вы молодого человека, скорее всего, дождётесь. Потому что производите вы впечатление вперёд с девушкой. Но, как мне кажется, весь ваш рассказ, весь ваш текст, он больше про то, что вы как будто бы пытаетесь убедить себя и нас в том, что вас хороший молодой человек, что он верный вам, что он вам не изменяет и так далее. То есть, вот, такое ощущение, как будто вы перенесили травму измены когда-то. Вот. Такое ощущение у меня складывается, что вам изменяли, вот, либо у вас есть какой-то опыт измен в семье. Потому что контроль, который прослеживается в вашем сообщении, он из ниоткуда не берётся. То есть, здесь для меня очевидно, что вы не уверены в себе, очевидно, что вы как-то вот пытаетесь его контролировать. Вот. Вот. И уверены вы только, вот, ну, до тех пор, пока он вам предоставляет вот данные, предоставляет вам свой телефон. Вот. То есть, вы, вот, когда говорите о том, что он не представил меня своим родителям, а вы говорите о несерьёзности его отношения к себе, и говорить о некой стопроцентной уверенности. Понимаете, что стопроцентная уверенность, которую вы ищете по требностям, стопроцентной уверенности, которую вы ищете. Вы вызвали ваше неуверенность, вашими сомнениями в себе. А вдруг меня использовал, говорите вы. Ну, как бы, говорите вы. А вдруг меня использовал. А вдруг, говорите вы, ко мне несерьёзно относитесь. А вдруг, я просто, вот, такой, что называется, временный вариант. Что этого, я полагаю, вы побоитесь. И вопрос здесь заключается в том, что это у вас, вот, сомнения в себе, в собственной ценности. Вот. Неуверенно. Такая вот, я бы сказал, может быть, обесценивающая в каком-то смысле тенденция по отношению к самой себе. И вот с этой обесценивающей тенденцией, с вашими, в данном случае, страхами, которые у вас есть, с вашими сомнениями, вот. Потому что, мысли об измене молодого человека, ну, я имею в виду мысли о возможной измене молодого человека, к вам, скорее всего, пришли не просто так. То есть, вот, какой-то опыт у вас этого, по-видимому, уже был. Либо вы видели, видели что-то такое, вот, подобное у себя в родительской семье, вот, может быть. Либо у вас, вот, вы говорите, что у него это первое отношение, вот, вы, как бы, говорите об этом. Ну, и, соответственно, что я могу здесь подумать-подумать, что у вас это отношение уже не первое. Вот. Соответственно, какой-то опыт отношений у вас уже есть. Вот. Вот. Что это за опыт отношений нужно разбирать? Вот. Вот. Понимаете, да? Какой здесь есть момент достаточно важный. То есть, о-о-о, тот вопрос, который вам нужно себе задать. Именно себе сначала. Он звучит так. А почему? Для меня так важно быть стопроцентно уверенным в том, что ко мне не серьезно относятся. Почему мне приходит, условно говоря, в голову такая мысль, что ко мне могут не серьезно относиться. То есть, иными словами, я, говорите вы, могу, говорите вы, выбрать, говорите вы, себе парня, который относится ко мне не серьезно. То есть, что здесь по факту происходит? По факту здесь происходит обоценивание вашего выбора. Да? И это, ну вот, история не случайно. Обратите внимание, вот на какой еще момент. Важный момент, как мне кажется, очень важный. Вы говорите обо, вы говорите обо, что вы должны были молодому человеку сказать об этом. Ну, в смысле, выразить ему вот то, что вас беспокоит. Но не сказал. Почему? Почему? Не сказал. Вот. Наступили на свои чувства. Да? То есть, как-то вот хотите вы выглядеть. одной, например, в его глазах, а волнует вас совсем другое. И, как мне кажется, то, что вас волнует, то, о чем вас волнует, вы не говорите. Боите. Ну вот. Если почитать ваш текст, то в нем все про молодого человека, но очень мало про вас. Вот. Вы все в нем. Вы даже не говорите о том, что вы его любите. Вот. Вы говорите лишь о том, что вас беспокоит, что он не представил вас в своей семье. И боитесь, что он к вам не серьезно относится. Наверное, вы думаете, что ваше чувство к нему само собой то, разумеешь, если вы правы, но было бы неплохо увидеть, что вы на самом деле к нему чувствуете. Как-то это, может быть, поисследовать, может быть, поговорить об этом. Вот. Вы определенно стремитесь к семье, и это неплохо. У меня это хорошая цель. Такая, знаете, хорошая глобальная цель, которую может пытаться достигнуть человека. Но в купе с тем, что вы описываете, я полагаю, что семья вам нужна для того, чтобы почувствовать себя защищенным. Многие люди, к сожалению, семью воспринимают именно так, как возможность себя защитить. Ну, не всегда понятно от чего. Например, от того, чтобы быть брошенным, от того, чтобы остаться в одну и так далее. И хорошо, это иллюстрируется тем, если вы представите себе, например, что произойдет, или как вы будете себя чувствовать, если выяснится, что молодой человек действительно не серьезно к вам относится. Что в таком случае будет. Что в таком случае вы будете чувствовать. каковы будут ваши мысли в этот момент, когда это произойдет. Очень неплохо в данном контексте это можно проиллюстрировать. Что касается мотивов молодого человека, то лично я думал, что молодой человек, вас не скрывает, а существенную роль здесь играет то, как раз, что вы из обеспеченной семьи. и то, что вы из обеспеченной семьи, как раз такие. вызывает у него некоторый дискомфорт от того, что он вас из обеспеченной семьи не должен представить своим родителям. Возможно, у него есть трудности со своими родителями. Скорее всего. Возможно, у него родители имеют определенную специфику. Но я думаю, я в этом более чем уверен, что у него с ними не самые лучшие отношения. И познакомив вас с ними, он обретет себя на некие проблемы. Проблем, которых он не хочет. Иными словами, сейчас ему проще делать вид, что он один. Многие родители довольно придирчивы к выбору девушки, своего сына. Многие родители могут накладывать какие-то свои ожидания, свои фантазии. Вот здесь. В рамках может быть много. Главное понять одно, что на сегодняшний день у вас с вашим молодым человеком отсутствует то, что называется прямая коммуникация. К сожалению. Это просто отсутствует. Этого просто нет. Это говорит об определенных проблемах с доверием между вами. Это говорит об определенных проблемах с искренних ваших отношениях. Да. Есть регламент. Регламент соблюдается. Это правда. Регламент соблюдается. Но. Достаточно лишь одного реглама. Чтобы быть спокойной. Чтобы доверять. Чтобы чувствовать себя уверенность. Судя по тому, что вы описываете. Нет. Недостаточно. И чем быстрее вы это поймете, и чем быстрее вы спросите себя, какие лично у меня трудности, например. В этом? Какая я в этом? Что меня беспокоит? Почему я беспокоюсь о серьезности его отношения к себе? и, соответственно, о перспективе дальнейшей больше, чем о том, что происходит сейчас, вот прямо-прямо сейчас. Да, это, на мой взгляд, очень важный момент, на который вам нужно обратить свое внимание. Конечно, вы можете гадать и дальше, почему вы можете бояться его об этом спросить, а когда спросите, то увидите, что молодой человек поймет, что для вас это важно, он поймет и увидеть, что для вас это очень важно, и когда он поймет, что для вас это очень важно, что он сделает? Он, скорее всего, поймет, что этим можно управлять. Что он будет делать? Хорошо ли это для вас? Задайте себе, пожалуйста, такой вопрос. Ну, на этом все, надеюсь, что помог вам, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!